Сегодня в детской библиотеке Алла Кашхабль прошло мероприятие, посвященное Дню освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Дети рассказали о юных героях из республики Адыгея, которые отдали свои жизни в период оккупации республики. Ровно 73 года назад столицу Адыгеи освободили от немецко-фашистских захватчиков. Память об этом событии, как и о других веках Великой Отечественной войны, вызывает особые глубокие чувства, в которых радость неотделима от скорби. Окупация, длившаяся полгода, оставила незаживающий след в летописи Майкопа. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения освободившим Майкоп, благодарим их за беззаветную отвагу. 17 февраля в детской библиотеке Алла Кашхабль прошло мероприятие, посвященное этой дате. Самые активные читатели и работники детской библиотеки во главе с молитвой Майкопой подготовились основательно. Сегодня мы склоняем головы перед павшими героями и дорогими ветеранами, которые в годы лихолетия стали на защиту нашей Родины. На защиту Отечества своей родной Адыгеев стал весь народ, не только взрослые ребята и дети. И поэтому эти дети, которые пошли, не щадя себя, на защиту своей Адыгеи... Нине Каменевой было 15 лет, когда нашли ее фашисты возле улицы Станицыного Свободной. Она была связной. Ее нашли фашисты, когда она гуляла по их улице. И кричали ей, иди быстрее. И отвели ее в просторную комнату, где ее допрашивали. Ее спросили, тебя зовут Нина Каменева? И она ответила, да, меня зовут Нина. И она посмотрела в сторону, и там сидел немецкий офицер. И когда ее спросили, сколько ей лет, она ответила, 15. Ее спросили, опять же, твой отец партизан, она ничего не сказала. Ей ответили, что они все знают про его отца, и кто она, и зачем она у них была связной. И она взяла из своих волос клочок бумаги и быстро сунула в рот. И когда ее побил немецкий офицер, она ничего не говорила. Второй удар ее сбил с ног, и она потеряла сознание. Когда она потеряла сознание, у нее вынули клочок бумаги, и там он разжегл, и ничего не было понятно. И она очнулась, и она ничего не говорила. Дети рассказали о ветеранах Адыгии, которые встали на защиту Отечества. К сожалению, ежегодно редеют их ряды. А главная задача подрастающего поколения – хранить память о патриотах, отдавших жизнь за свободу нашей земли. С первых дней оккупации станицы Даховской были связаны с партизанским отрядом Юра Сазонов и Коле Токарев. Они много раз хотели в лес, чтобы передать сведения партизанам. Наступил октябрь. Все труднее и труднее становилось передавать информацию. Они чувствовали, что за ними следят и староста, и партизаны. Однажды после очередной разведки ребята шли домой. Они не заметили, как за ним по пятам шел один из полицай. Дома Юру встретила взволнованная мать. Она сразу же велела уходить ребятам в лес, так как заметила несколько полицаев около дома. Юра начал собирать рюкзак, но в тот же момент в дверях оказались вооруженные фашисты. Его отвели в комендатуру. Там же был и Коле Токарев. Их целые сутки не давали еды. Затем зашел офицер в сопровождение часового. Не знаем никаких партизан, добавил Юра. Мальчиков избивали, приводили в сознание и еще били. Но они не выдавали тайны. Однажды, ясным осенним утром, мальчиков привезли в Даховское. Машина остановилась за рекой Белой. Мальчиков поставили на крылью ямы. Хотели завязать глаза. Но Юра крикнул, стреляйте в открытые глаза. Вам воевать только с детьми, добавил Коля. Автоматные очереди разорвали осенний воздух. Ребята легли рядом так же, как и были рядом в жизни. Так ребята шагнули в бессмертии. Это было 25 октября 1942 года. Подвиг героев бессмертен и слава их не потускнет никогда. Подобные мероприятия несомненно приносят свои положительные плоды. Дети сегодня почувствовали, прикоснулись сердцем к подвигу наших земляков, защищавших от немцев Адыгею. Узнали новые имена героев. Оставили неизгладимый след в сердцах потомков, посмотрев фотографии, книги, затем альбомы, которые стояли на выставке. Такие встречи патриотического характера помогают сформировать историческое самосознание, также глубоко осмыслить минувшее. Они воспитывают любовь к малой родине. Мне кажется, это очень нужное мероприятие.